Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск «15 минут искусства» «15 minutes of art» С вами я, Александр Давыдов Сегодня мы поговорим с вами о том, как загрунтовать холст или картон Иногда бывает такое, что картина не удалась или какая-то давнишняя ваша работа, которая вам не нужна, она активно не нравится Какой-то испорченный холст или картон с пробами краски С какой-то зарисовкой вы что-то начали и не закончили Понимаете, что заканчивать вы это не будете Ну, бывает такое, повесить стыдно, а выбросить жалко В таком случае картон или холст можно перегрунтовать Можно пойти в художественный магазин и купить баночку акрилового грунта Вот самая простая банка акрилового грунта Сейчас практически все холсты и на картоне, и на подрамнике, и картон грунтованный Почти все они загрунтованы вот таким акриловым грунтом Он прекрасно подходит для масляной живописи То, что на акриловом, не надо смущаться по этому поводу Если у вас такого акрилового грунта нет Можно взять пополам клей ПВА и белую акриловую краску Ну, например, столовая ложка клея ПВА Любого вообще, строительного, канцелярского, для творчества Клей ПВА, столовая ложка и столовая ложка обычной белой акриловой краски Хорошо перемешать, и у вас также будет прекрасный грунт Им тоже можно грунтовать Вот этого количества, ложка клея, ложка акрила Вам хватит надолго Затем нужен грунт, в принципе Для того, чтобы краска не впитывалась в холст или в картон Ну, в ту поверхность, на которой вы рисуете Можно, в принципе, можно загрунтовать просто клеем ПВА Без краски, без всего Единственное, что клей ПВА, когда он высохнет, он станет прозрачным То есть, предыдущие какие-то ваши зарисовки или этюды Они будут все равно видны И клей ПВА, он после высыхания становится гладким, глянцевым На него не очень хорошо ложится краска Поэтому клей ПВА смешивают пополам с акрилом Акрил придает мало того, что цвет, он еще делает поверхность немножко шершавой То есть, краска лучше сцепляется с поверхностью У меня клея с акрилом нет Я буду пользоваться грунтом акриловым, который я купил в магазине И сейчас я покажу вам, как я грунтую холсты Ну, вот как раз передо мной один из моих этюдов Я не считаю его супер удачным Это этюд, который я делал на пленэре Не хочу я его оставлять, но мне нужен холстик Можно писать сразу по прошлой картине В принципе, вот та масляная краска, которая сейчас здесь есть Она уже может выполнять роль грунта То есть, в общем-то, некоторые просто переворачивают кверх ногами И пишут заново Я решил, что все-таки буду этот холст грунтовать Сболтаю Перемешаю Грунт акриловый Вот у меня марки Санет Хороший грунт, я им пользуюсь давно и часто Грунтовать можно кистью синтетической, мягкой кисточкой Можно щетинкой Я возьму щетину, возьму большую кисть Просто для того, чтобы побыстрее Макаем нашу кисть Не целиком Вот самый-самый краешек в грунт Излишек снимаем Он вязкий Он такой, как сметана И закрашиваем В одном направлении То есть, можно вертикальные маски делать Можно горизонтальные Справа Налево Сверху вниз Главное, первый слой делать в одном направлении Не пытайтесь сразу закрыть холст плотно Это первый слой, он будет просвечивать Ничего страшного В один слой грунтовка не делается Нужно, ну слой два, три Сильно на кисть тоже нажимать не надо Много грунта не оставляем Чтобы не было излишка То есть, такой тоненький Плотный Тонкий слой По возможности плотный Но если где-то вдруг просвечивает Ничего страшного Закрыли И вот даже видно У меня не весь холст сейчас Прокрылся красочкой Прокрылся грунтом Где-то еще что-то у меня просвечивает Распределяем ровненько По нашему холсту И ждем Ждем полчаса или час Чтобы грунт у нас хорошо высох Вот он пока у меня такой С полосочками Я ждать не буду Просто для того, чтобы побыстрее Я сразу сделаю второй слой Вот у меня тут в крышке есть грунт Набираю грунт на кисть И делаем второй слой У вас прошло полчаса или час Вот этот слой высох Делаем второй слой Второй слой делаем в обратном направлении То есть, если мы делали только что горизонтально Сейчас делаем вертикально Тоже легким движением Аккуратненько То есть, мы как бы вот этим грунтом Мы создаем некую сетку У нас кисть оставляет после себя бородочки Сначала они были в одну сторону Теперь в другую Получается такая как сеточка Как плетение холста Если вам нравится текстура Вот щетинная кисть Она в любом случае будет оставлять бороздки Будет оставлять след после себя Если вас это не смущает Если вам нравится некоторая текстурность холста Пожалуйста, можно делать вот щетинной кистью Будет посильнее вот эта вот текстура От кисти оставаться Краска будет интереснее ложиться Если нравится более гладкий грунт Возьмите просто кисть Помягче Например, синтетику Она более плавненько Более гладко Распределяет краску Особо не оставляя после себя след Вот второй разик проходимся По нашему холстику По нашей уже теперь бывшей неудачной картине Распределяем грунт И вот холст уже почти совсем не просвечит То есть грунт уже почти полностью закрыл поверхность Опять оставляем на полчаса на час Чтобы у нас подсохло все И третий финальный слой Небольшим количеством грунта Я обычно делаю такие мазки крест-накрест То есть я немножко выравниваю всю поверхность Делаю ее Такой более гладенькой Более одинаковой Уже мазочки идут перекрывая друг друга Нет единого направления Получается более такая цельная поверхность Более ровная И вот тоже так аккуратненько Краешком Кончиком кисти Торопиться не надо Поскольку грунт сохнет какое-то время Первый слой, второй слой И вот этот третий слой тоже должен высохнуть Лучше сразу несколько конечно холстов грунтовать Ну просто чтобы не терять времени Наберите там каких-то неудач своих Чтобы не терять время Пока один холстик сохнет Вы грунтуете второй, третий За это время первый подсыхает У нас такой процесс идет И вот прям аккуратненько все выгладили Кисти после грунта обязательно надо промыть Потому что здесь в грунте Находится и клей ПВА И акриловая краска И клей, и акрил Они сохнут довольно быстро И если вот эти кисти так оставить Они просто засохнут, зачахнут Ими невозможно потом будет ничего сделать Нельзя будет работать Закрываем нашу банку И оставляем холстик на просушку Вот завтра, через 24 часа По этому холсту уже можно будет писать Вот грунт, он перестанет блестеть Он станет матовым И можно будет написать новую Хорошую, красивую картину Вот он мой загрунтованный новый холст Он пока еще не совсем высох Грунт еще поблескивает Поэтому я отложу его Чтобы он сох И в следующий раз на наших вебинарах Я буду делать новую работу на этом холсте Что можно загрунтовать подобным образом? В общем-то практически все То есть вы можете перегрунтовать старую работу Вы можете купить холст на подрамнике Не загрунтованный, загрунтовать его Вы можете загрунтовать холст на картоне Старую работу можно загрунтовать Грунт можно положить на обычный картон Да хоть упаковочный Иногда пишут и на нем Просто купили плотную картонку Прокрыли ее грунтом И можно писать Можно загрунтовать Деревянную доску Или кусок фанеры Художественный планшет На который крепят бумагу И делают рисунок На таких планшетах Тоже можно писать Если вы их прогрунтовали Можно загрунтовать Плотную бумагу Например для акварели Вот этот слой грунта Он не позволит краске Просачиваться сквозь бумагу Краска не будет оставлять Мокрых пятен И грунт позволит краске Больше соединиться Схватиться, сцепиться с поверхностью То есть краска будет там Хорошо держаться Поэтому загрунтовать можно все Было бы желанием Была бы возможность Была бы охота И потом на загрунтованной Вот этой поверхности На дереве На бумаге На холсте На старой картине Можно будет писать Новую работу Эта работа Проживет очень-очень долго На сегодня все Я надеюсь, что этот выпуск Был для вас полезен Что информация была Вам нужна Что она вам пригодится И буду с удовольствием ждать вас На наших следующих выпусках 15 минут искусства 15 минут of art С вами был я Александр Давыдов Всего доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok